Йо-йо-йо! Здарова, черт подери! С вами Диман Масл! Вечерний выпуск, небольшое разговорное видео касательно айфонов 15. Что я вам хотел сказать? Начинают их хейтить в каждом видосе, типа Ооо, какие они отстойные! Вообще ничего нового! Как же меня утомила эта фраза, народ, вы не представляете. Про каждый телефон, который сейчас выходит, льется без конца хейта, что вообще ничего нового, что было выпускать. Но пора с этим смириться! Машины каждый год тоже выходят! И тоже каждый год ничего нового! Тот же двигатель и те же 4 колеса, черт подери! А то, что у айфона 15 Pro Max появился 5-кратный телевик, это разве не топовое нововведение? Это разве не топ-фишка? Да это же круто! Телевик, посмотрим, как он будет работать! Посмотрим, насколько он будет круче, чем 5-кратные телевики у других конкурентов на Android! Это же будет интересно! Понятно, что это плохо, 5-кратный телевик, потому что это не то, не сё! Самсунг к этому пришёл ещё в 20-м поколении 3 года назад! И это было действительно не очень удобно, потому что 5-ка это ни туда, ни сюда! Ты портреты на неё не можешь нормально сделать, потому что она достаточно близко приближает, чтобы фоткать в помещении, чтобы фоткать на 5-кратный телевик нужно быть далеко от объекта! Более того, по своей физике, 5-кратная оптика, она в любом случае будет менее светосильная, чем 3-кратная! Соответственно, портреты в помещении будут, скорее всего, так себе! Во-первых, они будут приближать это лицо на весь экран с любого расстояния, потому что 5x это пипец как дофига! Так ещё и света будет мало, так что качество будет не очень! Но! Вы можете взять, в пример, S23 Ultra, S21 Ultra, S22 Ultra! Вот здесь сделано как надо! Есть и 3-кратное приближение для как раз-таки портретиков в помещении, и 10-кратный оптический зум для зума вдаль! Вот это топовое решение! К этому iPhone, я уверен, придёт! Когда, наконец, они додумаются, что им нужно будет добавить ещё одну четвёртую камеру! А вот 3-камера, это не то, не всё, особенно в сочетании с 5-кратным телевиком, это так себе нововведение! Это, конечно, круто для приближения вдаль, чтобы позорить! Они будут приближать вдаль и будут говорить, вот смотрите, какое крутое качество! Но для портретов это просто неудобно! Это слишком большой зум для того, чтобы фоткать людей! Нужно отходить далеко, и в большинстве сценариев это будет просто неудобно! Потом, а что вы хотите от телефонов? Ну, нет нововведений, да? Нету нужных цветов, нету нужных часов! Яркость экрана подняли у часов? Подняли! А что ещё надо от обладателей часов? Ну, чтобы они держали зарядку подольше! Ну, это не получается сделать в том же самом корпусе! Так ещё и когда мощность должна процессора каждый год расти, потому что таковы законы рынка! Если мощность не растёт, никто брать это не будет! Все хотят, чтобы всё становилось помощнее! Соответственно, растёт мощность, уменьшается и автономность! Но благодаря тому, что технологии не стоят на месте, уменьшается количество транзисторов, техпроцесс уменьшается! И, в принципе, автономность остаётся на уровне! Так это тоже круто, что с большей мощностью, которая особо-то вам мало где нужна, конечно, да! Но всё равно это круто, что с большей мощностью у вас автономность сохраняется! Правильно? Правильно! Так что, в принципе, с автономностью тут ничего не сделать! Или просто это надо устройство делать в разы больше! Физику не обманешь! Нужно делать больше аккумулятора, значительно больше! Хотите в полтора раза больше ёмкости, в полтора раза толще телефон пойдёт! Вот большинству не пойдёт! По цветам, да, конечно, расцветки не самые интересные! Но, как по мне, стильные, чёрт подери! А что было в 14-м поколении? Фиолетовый да чёрный! Ну, сдуреть, блин, про Максы! Ну, а чё, это интересно, что ли? Ну, типа фиолетовый девушкам и чёрный паренькам! Чёрный, скучный, как сдуреть! Фиолетовый, ну, я бы и сам себе взял фиолетовый интересный цвет, как по мне! Короче говоря, в этом году как-то и синий, и титановый, пожалуйста, и серебряный! На любой вкус! И при этом любой цвет может взять любой! Как парень, так и девушка! Ну, как по мне, нормально! Как по мне, нормальная тема! Качельку громкости тоже изменили на кнопку, да и отлично! Не знаю, насколько она, в принципе, нужна, но вроде любители айфонов её тоже любят! Поэтому хорошо, что оставили, и хорошо, что её трансформировали! Мне кажется, это гораздо удобнее, чем щёлкает рычажок туда-сюда, который со временем раскачивается, забивается! Вообще-то слабое место, как по мне, этот рычажок! Он был как-то не очень... Даже у OnePlus'ов он был сделан как-то немножечко, на мой взгляд, поудобнее! Хотя, фиг знает, тут, наверное, на вкус и цвет! Короче, как по мне, вот 13 Pro Max был кайфовым айфоном за счёт своей автономности, да? Это я согласен, это я согласен! Вот делали бы они здесь такую автономность, как и тогда многие мои знакомые бежали с Самсунгов, потому что от Самсунгов была тогда автономность так себе, а айфон держал как минимум в полтора раза дольше! И ради этого многие были готовы бросить свои Самсунги с их сочными экранами, открытой оболочкой, возможностям скачивать торрентами и платить картой в банках, ой, ну, в смысле, бесконтактно на терминалах, скачивать легко сбербанковские приложения, оплачивать бесконтактно! Всё это люди были готовы бросить ради большой автономности! Думаю, 15-й айфон нам не обещает, посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет! Но в любом случае, мне нравится, что будет крутой зум, мне не нравятся цены, ну а что вы хотите? Цены-то, вообще-то, хорошие, смотрите на цены в долларах, они минимальные! 15 Pro Max там в 256 память минимальная и стоит 1200 баксов, так будь бы доллар 60, как год назад, летом, это бы было всего там 70 тысяч рублей, 75! Ну так это и прекрасная цена! Для всех американцев это вообще не деньги, то есть он стоит максимально дешево! То, что у нас такой курс, это другой вопрос, у нас и Fold Elon по 180, и просто на айфоны не будут так цены падать, как на Самсунге, это факт! Потому что вот даже сейчас, да, и в начале лета, вот 23 Ultra на 512 на Авито, вот 90 тысяч это самый максимум за нее, на 512! При том, что в начале лета она тогда только вышла, да? Сейчас такая же цена, я стала сейчас, курс подрос! Но суть в том, что она только вышла и 512 гигов! Айфон 14 Pro Max уже вышел почти год назад! И даже 256 гигов за 90 в таком же состоянии вы не купите, и близко не купите, хоть телефон старее, аккумулятор чуть более ушатанный, а их за 90 нет! А Ultra на 512 завались на Авито, хотя срок использования у них меньше! То есть по факту айфоны стоят дороже в наших реалиях, и стоит ли за них переплачивать, я смысла не вижу! Но мне уже нравится вот это вот то, что добавили телевичок, мне нравится то, что наконец-то скруглили корпус, в принципе, мне не хватало на айфонах хорошего зума, мне не хватало скругления корпуса, потому что он врезался в руку, это было пипец как неудобно! Сейчас Самсунги наоборот сделали корпус более квадратный, айфоны более круглые, у них вообще одинаковые корпуса, в руках будут лежать примерно одинаково, уже окей! То, что экран сейчас остался плоский, это, конечно, меня не очень радует, я люблю немножечко закругление, но и Самсунг их уменьшает с каждым годом, с чего меня, если честно, бомбит! Поэтому я хожу с фалдом, у айфонов, слава богу, фалдов нет, так что я без вариантов остаюсь на Самсунге, но тоже нововведение, что корпус стал удобнее, тоже классно! И чего мне не хватает на айфонах, так это, конечно, хороших экранов! В айфоне 15, который не про, и на наши деньги сейчас на маркетах он стоит выше 100 тысяч рублей, 130 за минимальные там памяти, 128 гигов, айфон 15-ый, 130 тысяч, но это, конечно, too much, это слишком много, и там экран 60 герц, но это перебор прям! Я лучше возьму S20 Ultra, понимаете, S20 Ultra, там будет такой же почти пятикратный зум, ну там он четырехкратный оптический, но не суть, он становиться стоит 25 тысяч рублей, там будет 120 герц экран, куплю к нему пауэрбанк, у меня будет кайфовый загнутый экран, офигенного разрешения, офигенной сочности, такая же, по сути, камера! Ну, понятно, что айфон будет писать видео получше, а процессор он намного новее, намного мощнее, но что-то толку, если оболочка такая закрытая, что делать-то на нем особо и нечего, но кто знает, что на нем делает, тот его и возьмет! В общем, я просто не особо понимаю, ради чего вся эта мощность нужна, и ради чего выкидывать такие деньги! Ну, а 15 Pro Max, касательно его суммы, да, он стоит дофига, пятый Fold тоже стоит дофига, и все тут, я лично уже привык к таким ценам, это не новость, эти телефоны брать абсолютно не обязательно каждому первому встречному! У кого есть такие деньги на такие игрушки, почему бы себя и не побаловать, даже если там мало обновлений, то все равно хочется, все равно более приятный в руках, все равно интересный, зумом побаловаться и так далее! Вот такие мои мысли на этот счет, а у кого нет денег, так вы и радуетесь, потому что телефонами каждый год ничего не меняется, и вы можете спокойно взять на Авито бушный телефон, двух-трех летней давности, купить несколько поколений телефон назад, и он почти такой же, как современный, он не уступает! Что у Самсунгов вы можете купить, сейчас 20-е поколение и кайфовать, что у айфонов вы можете сейчас купить, что там 11-е, ну 12-е поколение, и кайфовать почти так же, как с 15-го! С вами был Диман Масл, интересно будет посмотреть на зум, так что всего доброго, вот такой вот коротенький видос разговорный, надеюсь, вам было интересно послушать мои мысли, хотя думаю, что это не бомбежка, и просто снял, чтобы развлечь подписчиков!